Многие участники АТО до конца не знают о своих правах. По закону они должны получать зарплату с последнего места работы, могут оформить льготы на оплату коммунальных услуг и получить земельный участок. А инвалидам и семьям погибших положены выплаты в размере 250 и 500 прожиточных минимумов. Обращаться за льготами участники боевых действий должны только в письменном виде. Зарегистрироваться в едином государственном реестре льготчиков в районном управлении социальной защиты по месту жительства. И для реализации таких льгот, как оплата жилищно-коммунальных услуг, необходимо обратиться ко всем организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, соответствующим заявлениям и соответствующим пакетам документов. Во время пребывания бойца в зоне АТО их родственники получить льготы не могут. Они будут начисляться только при наличии статуса участника боевых действий. Статус участника боевых действий устанавливается, как правило, в течение месяца. Должны поддать документы в соответствующие комиссии после того, как человек уже закончил свое пребывание в зоне АТО. Подробнее узнать о правах участников боевых действий вы можете на сайте Горсовета.